Девушки отдыхают Успешными, если в них заинтересована только мама Эта история началась с газетного объявления 69-летняя Ольга Дудар из Киевской области Искала хорошую жену для своего 49-летнего сына На объявление откликнулась 38-летняя Мария Глудок Из Ровенской области Почти сразу она переехала к Олегу Но совместная жизнь не ладилась Мария часто пропадала Иногда ее не было по несколько недель подряд А недавно Олег трагически погиб Накануне его смерти Мария успела сообщить, что беременна Ольга Дудар многодетная мама Но давно чувствует себя одинокой Она потеряла двух взрослых сыновей А дочь уже много лет живет за границей Единственная возможная кровинушка для пенсионерки Пятимесячная внучка Аня В родстве с которой Ольга Трофимовна сомневается Ольга Трофимовна, Мария и пятимесячная Аня По-прежнему живут вместе Но сомнения бабушки часто становятся поводом для скандалов Мама и бабушка согласились пройти тест ДНК Сегодня в студии «Касается каждого» Мы огласим результаты анализа Который навсегда может изменить судьбу маленькой Ани Сможет ли Ольга Трофимовна принять девочку Если ее опасения подтвердятся Итак, тема нашей программы Невестка по объявлению И в нашей студии многодетная мама Ольга Дудар Из Киевской области Здравствуйте, Ольга Итак, вы хотите установить родство с девочкой Которую вам представили внучкой Да? Но, знаете, обычно в нашей программе Просят установить отцовство Чтобы либо привлечь к ответственности Либо доказать свою верность У вас какие цели? У меня цель такая, чтобы Знать, что это частинка моего сына Анюты Потому что сын загинул В березне А Анюта родилась в червне Так вы хотите знать, это ли ваша кровинушка? Да, это моя внучка Давайте все вместе сейчас посмотрим на девочку Которую пять месяцев Ольга считает своей внучкой Внимание Они вот так красиво Да, и бабушка такая Чик-чик-чик-чик-чик Вот и все Вот и все Украиночка, да? И ночью встаю Чую, Мария не встает Бабка встала И Анюту вела И на ручки, и тарай попугадров И она снова заснула Да? Снова заснула И снова заснула По хримушкам она не дуже И она только может зубы точити Точити зубы будешь? На, пальчиком вот так я даю И она в рот пішла Зубы точити, давай Губы похожи на ней Носик такий, как у всех их Он вот такие какие-то курносы Очи серые Такие, как у меня, скажем Как у сына Маруся пьет, Маруся кого-то не иду Краще и меня, и никто не доглядет Вы сами говорите Глаза мои Носик похож И губки такие же Почему вы сомневаетесь, что это действительно ваша внучка? Чего я сомневаюсь? Саме Да Мария не трималася хата, так сказать И она как-то ишла от нас Потом последние месяцы вообще в нас уже не была Она где-то сникала часто Да, где-то на работе, на их работах То не знаю, где она Но она сникала так, что не ночевала дома? Да А сколько часу ее могло не быть? Ну вот, скажем, с нового року я ее уже, по-моему, и не видела дома С нового Потом они сперечались с сыном Она доказывает, что беременна Он говорит, что когда я с тобой был Я это слышала сама, что он так говорил Отже, ваш сын, он не верил, тоже сомневался, что Анючка это его дитина? Скажите, а когда Мария вам сообщила, что она вагитна? Мария сообщила очень рано Не скажу я точно Ну, она то говорит одно, то говорит друге Ну, такая лицемирная вона людина Такая, что она не скажет Так, но ваш сын еще был живым Был живым, да Был, потому что я же говорю, сперечались А он говорит, что когда я с тобой был Вот почему ты, Мария, не стоишь? Если ей не было видно, что она вагитна Почему ты, Мария, не стоишь на учет, на облик, на гинеколога? Смех, то-то, все Я была в частном враче Чего же ты в частном? Идешь врача, в частном лекаре Идешь, а иди И ставай на облик Отже, попри те, що є схожі риси обличчя І очи начебто ваші І носик, і ротик схожі Але ви маєте підстави сумніватися в тому, що це справді дочка вашого покійного сина Якби був син, то я би цього питання навіть не задумала Хай би вони решали Ну, якщо сина немає Добре, давайте розберемося, як, в принципі, ця жінка, Марія, з'явилася у вашому будинку Розкажіть Я подала оголошення в газету Так, а що ви там написали? Написала, що маю сина Маю сина Це те саме оголошення? Да, 47 років Ріст, такий-то зріст Вагата, като Одинокий, без дітей Шукаю жінку Гарну, спокійну, не аферистку Щоб не родила їм будинку і була хорошою дружиною І Марія відвукнулася А чому ви саме вирішили шукати невістку через газетне оголошення? А як їх можна знайти? Там є об'яви, там читаєш, подзвонив 45 років міг би самостійно знайти собі дружину? Я сама вже не раз думаю Якраз, видімо, я йому дала таку долю Ви знаєте, в нього ж були жінки Він і робили ми весілля Ну я вже переконалася, що теперішні жінки дуже вимогливі, так сказати О, це точно Їм подавай бізнесмена, олігарха І розписалися, і повінчалися, і весілля зробили І теща так повернула, що розлучила А чому розлучила? Бо бабка була старенька, інвалід На костилях, сама вона шахтер, така правильна жіночка була, я її дуже полюбила І вона нас полюбила, дуже Олега полюбила І сказала, що я продаю хату, і йду до Олега з Леною А теща злякалася, і так ту Лену повернула, що Лена пішла подали на розвод Отже, Олег таку певну травму якусь отримав в стосунках з жінками І після того самостійно ніяк не міг влаштувати своє особисте життя І саме тому ви вирішили дати оголошення в газету Заодно для себе ви там шукали пенсіонера, кого симпатичного Я вже її в компанії шиздавала І шукали для свого сина дружину В нашій студії редактор газеты, в якій Ольга розмістила об'явлення Татьяна Власюк, здравствуйте, Татьяна Скажіть, правда, интересно, як часто з допомогою вашої газеты Мамы іщут невест, жін для своїх взрослых сыновей? Ви знаєте, це оголошення було, скажімо так, незвичне Незвичне воно було своїм теплим змістом Дуже гарний теплий лист був це, по-перше А по-друге, незвичний був тим, що не тільки мама для себе Не тільки жінка шукала для себе супутника життя А й шукала невістку для свого сина І це, звичайно, в цьому був такий незвичний нюанс І це оголошення... Покажіть нам ще раз це об'явлення, щоб ми відділи Так, я навіть ось і газету взяла з собою А, це той самій примірній газета Так би мовити, ось оригінал І ми це оголошення справді, ми його запам'ятали І дуже часто люди потім відгукуються і пишуть, який результат їхніх пошуків Про цей випадок я дізналася вже, коли готувалася ця передача А часто люди знаходять одне одного через вашу газету? Знаходять, так І сьогодні дуже хочеться, щоб результат цієї передачі був позитивний для всіх Тому що, справді, є гарні випадки, коли люди знаходять одне одного І це правильно, що люди шукають для себе пари Тому що кожна людина, я вважаю, має право на щастя, має право на кохання Особливо, коли йдеться уже немолодий вік Тому що, скажімо так, і мама була вже відповідний вік мала І син мав на той час 46 років А що для вас буде, ви сказали, хотілося, щоб позитивно закінчилось ця історія Що для вас буде позитивним? Наче б то дружину знайшла для свого сина, пані Оля Але сина вже немає в живих, але, ну, є дитина Так, життя продовжується, ми подивилися цей сюжет Ми подивилися на цю дитинку, як бабуся за нею доглядає І звичайно, мені важко уявити, якщо раптом виявиться на закінчення передачі, що це не її рідна кров І мені дуже хотілося Так, і ваша газета це вже ніяк не виправить Так, і ми цього не виправимо, але мені здається, який би не був результат, як би не сприймала його пані Ольга Мені здається, що все-таки в будь-якому випадку вона не зможе відмовитися від цієї дитини Ну, побачимо, але якщо покаже те, що це не її рідня, хто знає, які емоції це може викликати у пані Ольги Але ви, тим не менше, ви хочете все з'ясувати Скажіть, отже, відгукнулася якась жінка, так, на оголошення? Відгукнулася, головне, землячка Чому? Чия землячка? Ми жили в Рівно колись І ця дівчина якраз з Рівного? Якраз від Рівного 50 кілометрів Як вона про себе заявила? Подзвонила до вас чи написала? А я вже їй не пам'ятаю Позвонила із своїм дядьком чи двоюродній братний І він почав говорити, і вона почала говорити Вже її родич почав з вами теж говорити? І мене зацікавило те, що вона незаміжня, що в неї дітей немає по возрасту більш-менш підходить А вели переговори ви перемовини? Так, я Зачекайте, а Олег про це нічого не знав? Я не знаю, чи він знав, не пам'ятаю я, чи він знав, але ж я Їй треба була робота, я їй запропонувала житло, що може в нас бути А робота там вже вона временно, тимчасову роботу знаходила, робила Скажіть, ви по телефону вже її голос почули? Чи ви лише з її дядьком спілкувалися? Так, ну ж вона зі мною, вперше вона почала говорити, потім включився дядько її Ну і землячки, земляки рядом, я ж знаю ту місцевість Отже, ви влаштовували життя свого сина, а її дядько в своєї племінниці, так? Ну і я була в Рівно, і ми зустрілися з ними, я зустрілася з ними, і потім з Марією приїхала додому Ну Олегу сказала, що на роботі нехай живе, тож хата, а сама сподівалася, що щось не складеться Що вона просто, ну і так, виходить, що Марія Зачекайте, я щось не уявляю, ходить собі Олег, і тут ви кажете, це твоя дружина приїхала, чи як ви йому сказала? Ні, ну не жінка, де ж він? Ну як ви йому пояснили, хто ця жінка? Це Марія, він з Костополя, там, скажімо, їхнє село Хто там хоче робити, і в нас хай живе Ви так сказали? Нехай живе Як відреагував Олег? Ну нічого, все рівно, хай живе, місце є, ліжко є, кімнату їй дали цю У нас двох кімнат, на одну кімнату їй дали Я своє ліжко, так сказати, уступила І вона була, ну вона себе не серйозно повела зразу Зразу вона пішла на роботу тимчасово, потім І він, їй не зацікавився Він не зацікавився? А як ви це зрозуміли? Ну вона пішла до подруг, знайшла Ну потім вона гарненько говорить Позвольте, позвольте, вот бурно реагируют друзья Лилия Сандулеса, Женя Литвинкович Я смотрю, как вы живо это обсуждаете Скажите, ну похоже на то, что мама, наверное, не столько Жену для сына, сколько невестку для себя искала, может быть, помощницу, да? Развлечения Как ты считаешь, Женя? Ну вот я пытаюсь спроецировать это на себя Я представляю, вот прихожу я домой, мама говорит Нет, я вообще не представляю Михалыч, знакомься Вот этот человек будет теперь жить с нами Ну, слюбиться, стерпиться Давай, пробуй Нет, она будет у нас работать Я говорю, мамка, не получается Она говорит, у тебя же есть знакомые экстрасенсы Давай шось зробимо Не, ну как, насильно мил не будешь Тем более, что сын сам не хотел Ну как, может, ему было комфортно Ну а может быть, мама настолько любит сына Знается, что ваш вопрос Смогу ли я любить этого ребенка в таком случае или в таком Ну, вы хотите понять, сможете ли вы любить Давайте сначала поймем, какие мотивы были у мамы Давайте Лилия Сандулеса, народная артистка Украины в нашей студии Вам как кажется? Мама чего хотела? Себе подругу найти, невестку, помощницу Устроить личную жизнь сыну Я так думаю, что и подругу, и невестку, и помощницу И это все правильно Ну, сын, наверное, такой уже после двух неудачных добраков И... Но когда она уже пришла, вам она не понравилась Вы видели, что и сыну не нравится Не складывается Что вы ее тогда держали? Она уезжала на неделю, на две недели Чего не спрашивали вы? Мария, где вы ходите? Что вы делаете? Вот это я просто не понимаю Что мама хотела, мама перед нами Можем у мамы запитать, что мама хотела Но вся эта ситуация Вона дивовижна Вона архаична, понимаете? Вражение, что мы из средних веков У нас нет интернету Единый способ это Або на заборе наклеить оголошение Або о, доброе, что есть газета Спасибо им И вы же не знаете эту человеку Как вы можете вообще завязывать контакты Как вы можете надеяться Что сын ей подобает Бо вам удалось Что он ей подобает А на самом деле это химия Это магия И если магия не происходит То нужно отправить ее сразу назад Не, ну Гена, тем Водночас треба зауважить Что магия происходит Потому что люди Знаходят один одного Не, то это люди Теперь я перепрошу Люди шукают один одного Люди шукают один одного А не мама шукает, скажем Для сына Я эти мала на увазе випадки? А это какое-то Продавнее украинское село Мы покупец Где ваш товар Давайте Есть много народностей Где думки детей Ни хто не питает О! Пробачите Син, который берет Девчину за дружину Он потом и гуляет И в него много детей На стороне Бо тут его одружили Бо так мае бути Какие там кревни Родовые законы Або что Навище вы в это влазите? Навище вам это нужно? Ни хто его не женив Я ее взяла Как бы Место ей предоставила Чтобы она працювала Потому что без работы Была там такая Черная работа в ней была Не, зачекайте Ви же ее Спочатку брали Не для того Чтобы она працювала у вас А для того Чтобы она стала парой Для вашего сына А у меня была думка Что Вони сподобаются Одного Может да Что-то будет працювать Он так Кажу сыну Не раз Створи семью Я ж уже У меня возраст Шукай собі жіночку Ну у него Ну я не знаю Такая доля Ви может принаймні Розделили це оголошение На дві частини А то вы так сразу Одне Я шукаю собі діда А сыну шукаю жінку А Была заметка в газете Что Что не так не треба Мол что-то таке Было А вот только давала мама свое И за сына давала Отже Зрешто Как Далее Одразу Не сприйняв Так ваш сын Ну как вы сприйняли Я занимался своими делами Ходил на работу Вона тоже была Ходила на работу Но как вы вечеряли разом Ви как-то седали за стол Как родина Чи как кто Чи как работники У нас день Как Как Седали Для вашего сына Так жив Так и жив Я думала что Мария непогана Женочка была Ну Главное что в ней Вона така Несерьезна Скажите У подсумку Вони Стали Близьки Одне одному Ну Ну Если Дитина Олегова Значит Стали Получается Но я ж не знаю Я тоже дома Подождите Подождите Я не знаю Но дитину я люблю И я ее не отдам Так любите и далее А что вы хотели Чтобы я сказала Я про то что Если вы любите дитину Так Навище все это вам Любите дитину и все Это главное И это прекрасно И вы умничка Что вы ее любите Очевидно Очевидно это важно Для Ольги Заслуженная артистка Украины Инна Капинос У нас в гостях Подождите Я вас хочу спросить Вы хотите этот тест Для того чтобы Знать правду Правду Не я сказала Какой-то мудрый человек сказал Что выше правды Истина Что может быть Выше истины Любовь Больше ничего Выше быть не может Если вы этого ребенка любите Если вы Приросли к нему Вот сейчас вы узнаете правду Что вы хотите сделать дальше Сделать Сделать Опекунство Над Анюткой Какая бы она не была Чи моя Чи не моя А вы понимаете Что происходит тогда Секундочку Тогда ваша цель Вы слышите Возмущаются люди В студии Потому что говорят У нее есть мама Тогда получается Ваша цель другая Вы хотите это сделать Для себя У вас Простите что я это буду говорить Вы потеряли двоих сыновей Ваша дочь далеко Вы одинокий человек Вы использовали эту женщину Какая бы она не была Плохая Хорошая Мы сейчас не об этом Вы использовали эту женщину Чтобы она родила От вашего сына ребенка Потому что если она живет В вашем доме Вы же жили во второй комнате Вы знаете что они Они спали вместе Скорее всего Ну простите Иначе у вас Ну они спали Это не может быть по другому И тогда вы ее используете Для того чтобы получить Для себя Ребенка Который будет вам Скрасить вашу одинокую старость Да? Я мабуть неправильно Чи не ясно высловлююсь Дело в том что не использовать И дитина мне Треба опекунства Чтоб я мала право на девочку В том что Мать в ней не серьезная Я не люблю Наговаривать Не серьезная Она серьезная была В вашем понимании Когда вы ее толкнули Вот первым своим объявлением Невестка По оголошни Вы ее толкнули Это серьезная женщина Которая В одночасье Поговорив по телефону С женщиной взрослой Которая написала объявление Да? Она бросила все там У себя дома 38 лет И приехала к вам Это поступок серьезной Женщины В вашем понимании Сейчас она родила ребенка И вы говорите О той семье О ее близких Но смотрите Вы говорите Что она и от вас куда-то исчезала Убегала Вы знаете куда она бегала Зачем? Ну знаю и до друзей бегала Завела себе подругу Это то что вам не нравилось Да? Что она уходила Мне не нравилось Ни сестры Там не нравилось никому Ну так в ней было Якось в самой юности Наверное сестра казалась Скажите а что с Олегом вашим случилось? Почему его не стало? Отточка мозга Забери мозгу И перелом Кисток основи черепа Как это все С ним все Сталося? Я, эксперт сказал Это не от того Что он упал Я говорю Может он упал Не от того Это только удар В основу черепа Вы ждите то его что Вбили? Вся же так Но милиция не гугу До этого времени И я была там в кабинете, я в прокуратуре была, писала. И до этого часа даже мне звонила. Я вам перезвоню, сказал следующее. И не перезвонил. А когда это произошло, где была Мария? Мария уже была у Васильковой десь на работе времени. Это был как раз тот период, когда она поехала от вас? Она в сечне, а он в березне загинал. А она в сечне уже у Васильковой десь какую-то работу снижала. И там перебивала. Это еще не была с детьми, да? Без дитини, ну, вагитная получается была. А когда она до Вас повернулася? Повернулася, она как на похорону сына пришла. Тогда я ее уже с сечня по березня я ее не видела. Оце ее повернение, как Вы воспринимали, как Вы отреагировали? Ну, как на похоронах. Проблемой, бедой, заморочена голова, душа и сердце. А Мария пришла, уже там помогала, там треба помыть, там треба прибрать, люди там были, и она уже помогала. А потом, потом она меня питает, Вы дома будете сегодня, потому что завтра, скажем, я говорю, что нет. То я перезвоню, потом перезвоню, то я до Вас прийду. Ну, приходь. И так, я не дома, вона перезвонит, когда я дома, вона приходила, приходила, сидела до пизна, и так уже ночевала. И так пошло, и поехала. И так мы с ней уже жили. Но в ней не видно было тої вагитности совсем. Абсолютно не видно было. Кажу, Мария, ты что, завжди обманюешь? А в ней я вагитна, и смеется. Чому ж ты, Мария, на облік не стаешь? Ну, то-то-то-то-то. А потом случилось так, что... Что-то вона пришла, и там в водяку прошится. А я еще питаю ей, говорю, Мария, а это что такое? Что так вленяет в тебе, что такое червоне? Она говорит, что у меня кровотеча. Десь вона ходила, до кого-то подруг, там, до подружки. И в ней получились крововиливы, и она застирывает, а я говорю, слушай, так. А вона, ой, мне уже сказала медсестра, что могла бы я и дитина пропасти, так. Доброе, что воно зупинилось. И на завтра я ее беру, иду до гинеколога с ней. Скажите, весь этот час вагитности, когда она уже была рядом с вами, она вам сказала, что вот я вам народжу вашу внучку или внучку, что это дитина вашего сына? Ну, она сказала, что это уехова. А вы ослабливали свои сумнивы? Я ей сказала, Марусю, ты мне в такой период тяжкий для моего сердца. Не говори брехни. Ну, честно, скажи, твоя, не твоя, скажи, чтобы я знала. А я, душа у меня уже, что у меня дитинка еще будет. Что она вам на это сказала? Ну, она ничего, она завжди улыбается, и на этом конец. Но наполягала, что это дитина Олега. Да, она весь час утвердила, что Олегова дитина. Итак, скромная и тихая девушка, которая, тем не менее, решилась на отношение с мужчиной, увидев объявление в газете, сегодня приехала в нашу студию. Встречайте, Мария Глудик. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день студия. Хочу спросить, почему такая большая недоверка у вас до меня? Вы же меня и любили. Ольга Трохимовна. Я не хочу, Мария, говорить много нехорошего, понимаешь? Недоверка в том, что ты меня, нас, в тебе в характере, обманывать. Это все равно, как артист на сцене работает, так ты в жизни. Мария, хочу вас спросить, вы увидели ту самую газету, объявление, где Ольга Трохимовна писала о том, что хочет найти жену для своего взрослого сына. Вы увидели и, я так понимаю, долго не размышляя, поехали в другую область, в другую часть страны, в совершенно незнакомую семью. Я сначала по телефону подзвонила, а тогда через неделю Ольга Трохимовна приехала в Рівни, и я приехала с ней. Вона приехала за вами уже, да? Нет, я приехала по своих делах. Ну так співпало, что ваши справи співпали. И все звонили, и потом они с дядьком подъехали, и Мария приехала с мной. Зрозуміло. Вы не боялись ехать далеко, кудись, в чужую родину? Не боялась. Вы когда-то уже певным чином вчиняли, так делали? Ну, первое это было у меня в жизни моего. Но это, что этому человеку, Олегу, ему, он же старший за вас, ему там было за 40 лет, так? 45? Ну, не 20 лет. 12 лет разница. 12 лет разница. Ваш это не лякало? Нет, не лякало. Может, у вас как-то, не знаю, вам понравилась, мабуть, пані Ольга, так? Ну, я думаю, что первое впечатление, когда меня брат привел в Ривном, в Гуртожитку, то я ей сподобалась, я так думаю. А она вам? Она меня очень любила. Это ваш дядько, так? Двоєридний брат. Она называла дядьком двоєридного брата. Вам сподобалась тогда, так, пані Ольга? Ну, я Ольге Трохиме не очень сподобалась. Не так Олегу, как Ольге Трохиме. Ой, Маруша, ты за меня не отвечай. Скажи, чи я тебе сподобалась, а ты мне... Ну, думаю, что да. Так, отже, ви приехали в цю родину. Як вас там прийняли? Встает Олег, человек, которого вы видите вперше. Новое место, новая хата. Какие первые впечатления у вас были? Ну, первые впечатления такие были, начи злякалась, но потом думаю, да земляки же знают наше село мирное, начи мы знают. Одразу успокоилась. А с Олегом? Как стосунки складывались? Ну, с Олегом спочатку не складывалось, там, первый месяц. А потом я приехала, вернулася, еще через 4 месяца, еще раз сюда, до них, на работу. А где вы были 4 месяца? Там, на Ровенщине была. А, снова туда повернулася? Для мамы, там, в Костополе. И когда повернулася, то что? Через 4 месяца, 10 береза. Какие-то почуття у вас появились до Олега? Потом уже у нас были почуття. И в него до вас, да? Да, были уже. И у вас до него. Виявились, да. Он вам сказал, что он вас любит? Да, я сказал. И вы ему таки сказали? Казала. Так? Можливо, даже говорила про веселье? Нет, про веселье говорила не было. А вы бы хотели? Хотела бы, конечно, и бы живой был. Почему вы его убили, не знаете? Ну, я так слышала, что и за 300 гривен, которые заработал Воровича. Скажите, а вы жили, вы себя почували кем? Пробачите, найманкой в этом доме? Или какой-то стороной человек, которая как-то себе незручно почувает? Нет, я бы не сказала. А вы, возможно, почували себя невесткой, там, дружиной? Может, даже как хозяйка я себя почувала. То есть, вам было там комфортно? Да, комфортно. Виникли почуття, кохание, как вы говорите. Вы там працевлаштировалися и жили непогано. Но куда вы всегда уничтожили, каже паня Ольга? Куда вы всегда уничтожили? Ну, подружка у меня была, так ходила до нее. Олег меня отпускал. Нет, не на тиждень. Уходила, когда мы сильно поскандалили с Олегом, то тогда я ушла уже. Я поспорила с ним. На что? Про что вы спорили? Ну, так получилось у нас. А через что вы посварилися так сильно? Ну, может, не через это пошла, как она нашла работу у Васильковой. И тут что-то посварилось, и как раз момент был пойти. И именно в этот период не стало Олега, так? Нет, его 16 марта не стало. Нет, 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 это было в Сечне. А Олега Березнь не стало. Ну, у вас не было тогда с ним? И я не жила десь, ну, больше месяца я там не жила. Месяца тренировала. Только приходила в гости до Олега. Вы шкодуете, что его нет? Конечно, шкодую, потому что его дочка родилась. Это его дочка? Да. Вы про это сказали Олегу, что это его дитина? Он знал. Взагалі, как вы введерегировали на то, что вы узнались про свою вагитность? Я довольна была, конечно. Еще объясните, будь ласка, тот человек, двоюродный брат или дядька, как вы говорите, вы с ним когда-нибудь после того, как уже познакомились, Мария с Олегом встречались? Мы по телефону говорили. А, только по телефону. Про Марию и Олегу. Да, чем я была не задоволена, Марияными поступками. Ага, вы ему жарились. Человек, который организовал личную жизнь, Мария, сегодня появится в нашей студии сразу после рекламы. Не пропустите. Тема нашей программы «Невестка по объявлению». Человек, который организовал личную жизнь Марии, сегодня приехал в нашу студию, Василий Тхорик. У нас в гостях. Встречаем. Добрый день, студия. Добрый день. Добрый день. Пане Василь, добрый день. Добрый день. Вы, извините, кто? Дядько, двоюродный брат? Двоюродный брат. Просто зацикавлена сторона. Двоюродный брат, Мария. Отже, Мария, вона с вами проживала завжди, или нет? Не завжди, но проживала год-полтора со мной. Потому что она не помирилась с матерью, и я ей неодноразово сказал, что нужно помириться с матерью, потому что это мать. Но она что-то недолюбила маму, или что там было, но она попросила меня на проживание. Я ей не отказал. Мария, а вы со своей родиной через что посварилась? Вы можете сказать? Ну, скандалов не было, но и такие нелюблячие отношения были у меня с мамой. Бо я 14 лет не проживала там в селе. А приезжала раз в два года. А что может быть? Что это за такие скандалы, сварка? Скандалов не было, просто неприязные отношения. Упродовж 14 лет? Ну, можно сказать, что так. Вас как-то образили, возможно, не мама, а ваши брати или сестри? Я думаю, что, может, я сама виновата, что очень редко приезжала к ним. Скажите, пожалуйста, а почему вы решили помогать, влаштовывать личное жизнь ваших сестерей двоих родственников? Бо она меня попросила, и все-таки родина, и я думал, вона купила газету, я еще помогла газету, и у нас соби выбирала. Отже, до цього знайомства Марія уже переглядала кілька різних інших оголошень, так? Да, переглядала. И попала на объяву, где ее зацикавило, и вона. И я ее посоветовал, и вона поехала по этой объяве. Но вы, от начала, вы вели перемоги, так, с паней Оллей? Я с Оллей Трохимовной начали перемоги. И думаю, по телефону, что порядная людина, и чтобы помогать сестру двоих родственников устроить жизнь, то я ей скажу, я тебя проведу до Ревного. Мы там были встречи в общежитии. И мы там встретились. Ну, познайомилися. Ну, люди познайомилися, и я, и Ольга Трохимовна. Скажите, а вы не боялись передавать рідную людину в абсолютно чужую родину? Я подивився, познакомился с Оллей Трохимовной уже на живо подивився, бачу порядная людина. Ну, где я уже віддав, где говорю, будете звонить? Хай иди, подивиться. И вона поехала, я ее провел. Вы цикавилися, как складывается там ее життя? Цикавились, звонили, перезвонили. Оля Трохимовна мне звонила. Ну, она что-то жалилася там вам на Марию? Ну, рассказывала правду, что Мария не слушала ее. Что было? Что самое? Что самое? Ну, уперта, каже, уперта, не слушается. Кажу, тебе людина приютила. Ти же, говорю, слушайся. Ну, чекайте, ну, уперта, в чьому уперта? Ти не те кладешь в борщ, я кладу иначе. В цьому уперта? В чьому? В цьому? Не дійчо, б ты вдягла. Вдягай, який я скажу. Було всякий, такий, перетек. А який всякий? Ну, скажи, что вас так дратувало в ней? Ну, не хочется говорить уже такому. Ні, ну, треба говорити. В цих дрібницях, насправді, суть всього. Як сказати? Марія, якби вона була біля матері, вона, може, була більше навчена. Я її там не сварилася з нею, я її підсказувала. Марія психує, бо вона велика, вже здорова, розумна. Я знаю, як підказують невісткам. Повірте мені, я три рази була. Я не така. Я знаю, як підказують. Я не знаю. Я сказала. Хай Марія скаже, чим я її обіжала. Я ж не кажу, що ви її обіжали, ви ж підказували. Ну, ображали чи ні, але принаймні невістку брату повертали, так? Ні. Повертав, ну, каже. Поверталася Марія за того, що Марія десь піде. До подруги. Олег середився, що... Правильно, вам це не подобалось, і потім ви її повертали до брата. Але по телефону спілкувалися. Ось таке, що Марія пішла, і я не знаю, де. Кажу, сковори буде з мене, що ти в нас була. А де ти, що з тобою случилося? Ну, слухайте, а чому ви ці питання ставили? Олег такі питання ставив? Можливо, його все влаштовувало. Олег казав. Він знав, де вона і що вона робить. Казав Олег. Казав Олег. Це з Маріїних слів. Що? Якщо будеш так приходити пізно, не буду двері відкривати. Це правда. Таке було, я вже не знаю далі. Отже, скажіть, коли ви Марію повертали до брата, як Олег на це? Я не повертала. Як Олег відреагував на те, що немає вже Марії, що вона знову на Рівненщині? Він такий, що він не може сваритися, битися, щось. Ну, він, мабуть, терплячий він дуже. Отже, ви ці функції виконували. Він чекав, як воно рішиться. Марія, а ви що, ходили на кілька днів, так? Кажи, Марія, ходила? Ну, от просто, що ми зараз через посередника це з'ясовуємо? Між собою, можна, щоб і Марія сказала, що так, я ходила на кілька днів? Ну, то я ж питаю їй, ходила? Ходила. Потім, як у вас відповідь... Не, подійте, так, Марія, можна відповідь дати? Так, ходила. На кілька днів? До подруги? Ну, до подруги було таке, що два рази на ночь тільки не прийшла. А куди на кілька днів ходила? А на кілька днів, це тоді вже, коли ми поругалися, то тоді я і не приходила вже. Тільки в гості до Олега приходила, коли Ольга Трофимовна і вдома не була. А де ви були ті кілька днів? А в Васильковій робила, а там же і ночувала. На тимчасовій роботі робила. Так же і ночувала. Ольга Трофимовна, ну, от у мене складывається впечатління, що ви привыкли все контролювати. Невестку нашли, а невестка, ну, ніху, постоянно. Не наглажується между людьми связь сразу. Она могла, ну, от, она їздила в семью на нескільки місяців, возвращалась на родину, к себе в село, а вам просто не устраивало. І зараз ви озвучили інтересну мысль в самом начале передачи, що ви хочете встановити опекунство над ребінком. Опять же, ви хочете контролювати цей процес. Але у ребінка є мать. О чому може говорити, якщо ви лишаєте ребінка мать? Ви хотіли определити судьбу сначала от сіна, а потім судьбу невестки, а потім судьбу рівенька. Неправильно, але безразуміли. Перестаньте контролювати процес. А ви скажіть ще раз, так, щоб ми вас зрозуміли. Ви ще раз скажіть, щоб ми вас зрозуміли. Мета моя, щоб дитина росла щасливою і вихованою. Прекрасно. У дитини, у вашої онучки є мати. Здорова, гарна жінка, ви є бабуся. Вона буде щасливою. Чи ви думаєте, що з такою мамою вона не буде щасливою? Вона не буде з Марією щаслива. Тому що Марія любить вільне життя. Ви розумієте? А яке ви життя любите? І я люблю вільне життя. А ви яке життя любите? Я вихована бути, і мої діти були так, троє дітей. Чесними, справедливими, добрими, скромними і так далі. Ну я така, ну і що далі? Ну і добре, що ви такі. Марія, наприклад, не така у моєму понятті. Так, пане Василь, скажіть, будь ласка, як ви дізналися, що вагітною є Марія? Марія, сестра мені подзвонила. Подзвонила? Так. Що робить? Що робить, Василь? Допоможи. Вона хотіла зробити аборт. Чого? Ну, я зрозумію так, як вона мені признавалась, що вона ніколи ж не була беременна і боїться. Я не зможу виховати дитя. Я кажу, я посоветуюся і з жінами, і своєю родиною, і своєю сестрою. І потім тобі перезвоню. Так і було. Сказали, перезвони їй. І сестра Надя дзвонила, і до Трохимина я дзвонив. Що? Хай аборта не робить. Бо потім може не бути дітей зовсім. І на старість, не дай Бог, що стучиться, вона плаче по телефону. Правильно. А чому в цій нараді не брав участь Олег, судячи з усього? Ну, вона ж не була жінкою. Вона не була жінкою? Ну, жили ми разом в одній хаті. Землякі. Це правда. Їли пили. Ольга Трофимовна. Ольга Трофимовна. Ольга Трофимовна. Ольга Трофимовна. По закону. Если люди живут вместе. Вместе обедают. Что-то делают. Имеют быт. Имеют какие-то личные отношения. Это семья. Это брак. Она жила на квартире. Вона была на квартире, считайте. Это цивильный шлюб, называется? У нее была своя ложка и комната. У нас была своя ложка. С ней спать можно, рожать можно. А жена нет, она мне никто. Это цивильный шлюб. И если у нее дитина от этой женщины, то этот парень обязательно должен иметь отношение к тому, что происходит с этой женщиной, с этой женщиной. Господин Василий, скажите, пожалуйста, вам Мария сказала, чья это дитина? Я ее тоже спросил. Я говорю, признайся честно мне. Ты же мне доверяешь. Она сказала, что была разговора, что дочка от Олега. Но что ж она хотела сделать? Ты можешь сделать? Да. Вот это причина. Может она мне всю правду не рассказала. Угу. Отже, вы тоже допускаете, что это, возможно, и не дитина Олега? Допускаю. Скажите, мне правда интересно, ваш взрослый сын, как он относился к тому, что вы абсолютно полностью и все цело занимались обустройством его личной жизни? Дали объявления, привели невесту, потом разговаривали о беременности, без его участия. Был такой момент, когда он пришел и сказал, мама, я взрослый мужчина, ну что ты лезешь, я сам разберусь. Ну, может, он мне часто так мог сказать, спросятся со мной. Но в этом случае я дала объявление ему не сказавши. Вышла газета, я ему еще не говорю. А потом скажу, Олег, если кто-то будет звонить по поводу по поводу знакомства, то тебе подпишись с людьми, а может, там своя судьба. В нашей студии друг Олега, который часто общался с ним в последние месяцы его жизни. Олег делился с ним своими семейными проблемами. Давайте выслушаем Юрий Савченко у нас в гостях. Что ты тут, овца, нахуй коротишь? Что ты коротишь? Юрий. Что за 300 гривен Олега убили? Ты думаешь я не чув? Юрий. Юрий, Юрий. Значит, я вас прошу. Потому что я чувствую, что ты говорила. Вы следите за своей речью, Юрий. Какие у вас претензии сейчас к Марии? Я не понял. Потому что она сказала, что мы за 300 гривен Олега убили. Вообще, чула слухи по салу, чула. Слухи? Чебачила ты его? Если бы его убили, я бы вызвал бы милицию, вызвал бы скорую, эксперта вызвал бы. Мария не сказала, что именно вы убили. Вообще, чула. Она сказала, что скорейше за все за 300 грн его убили. Приехали, было так. Приехали до меня в час ночи, стукают в окно. Я открываю двери. И говорит, это твой друг? Кажу, да, мой. А где он живет? Ты можешь показать? Кажу, могу. Поехали, показали, клетка была закрыта у вас. Не могли клетку открыть, куда его дать? А он у пикапа у будки лежит. Мы ее завезли домой еще одного друга, положили ее в хату. Утром пришли, а он уже синий. Зачекайте, когда его до вас привезли, он был жив еще? Живый был, живый был. А чего он лежал? Что с ним сталося? Я не знаю, че он пьяный был. Слушайте, вы не можете отразить, че твереза или нет? Мы сидели и бухали. З Олегом, да. Потом мы порозходили все. Через який час вам его привезли уже? У час ночи. Сколько часу пройшло з того момента, как вы разошлись? Десять часов четыре. И через четыре часа вы его увидели уже в пикапе? Да, в будке он лежал, еще живый был. Еще живый был. Вы знаете, что за эти четыре часа произошло? Не, не знаю. Позвонили в Боярку, позвонили Васильков. На Боярку мы попали. Набрали 103, нас направили на Боярку. Боярка, скажу, на Васильков, Васильковский район типа надо нам. Ничего не будет, никакого финала. Зачекайте, он был живый? Живый был. А потом что стало? Чего в лекарню не повезли? Утром уже в пять часов, когда мы его привезли на хату, в пять часов мы пришли до этого человека. Зачекайте, с первой часы до пятой, что произошло с вами и Олегом? Я не знаю. Вы где были? Я дома был. А почему вы его сразу сразу не повезли на хату? Откуда я знал, что с ним? Я думал, он пьяный. Мы его занесли на кровати. А что, крови не было? Не было. Не было. Закрита черепно-мозгова травма. Забей мозг. Слушай, не было. Вы же знали, что у Олега есть родина, мама, дружина, вагитная. Вы это знали? Нет, что дружина вагитная, я не знал. Как это? Пробачите, вы сказали, что вы разом разпивали там. И про это он вам даже не... Ни разу не сказал ничего. Как другу не сказали, что у него есть дружина и она вагитная? Ни разу не сказал. Вы не... Как-то это удивительно. То есть он вообще про родину ничего не сказал? Я вам скажу честно, что он... Вот как говорили, то он ее выставит, то он ее выженит. То я вообще ее нахожу у мужика в другом постели. Вибачьте меня. Что-что? Вот то, что вы слышали. Что-то я в доме, а она лежит в другом постели с мужиком. Это где? В нашей доме. Нет, не в вашей. А в какой доме? А ну, скажи, в какой доме. Вы понимаете? Вот. Можно сказать в какой доме, с кем конкретно? Хай сам скажет. Хай сам скажет. Хай сам скажет. Хай сам скажет. А если Мария не назвает, то что? Если я сказала... Чула слухи за 300 гривен, а ты пришел и кидаешься до меня. Я просто в загальном сказал. А ты, дядь Васю вспомни. Забула? Забула? А что я буду брехать? Кажите, что правда. Олег, например, стеснявся Марии. Чому? Потому что эти походки, я ей сказала. Ты пришла до нас, надо было сесть в этом дворе. И ей сказала, что женщина шия. Если что-то не так, скажи, что я так не говорила. То шия повернет голову на свое место. Какая шия, если вы всегда были его шией? Чего же это было и шией? Я не жила. Он даже шага не мог стать. Какая шия она будет? Без вас он даже шага не мог стать. Мария, вы, извините, это, конечно, ваше особистое. Но если бы это не относилось вашей дитини, я бы вас не спросил. Но то, что сейчас рассказывает этот человек... Так, ай доказывай сам. Нет, вы мне просто скажите, это правда или нет? Ай доказывай. Вы можете сказать, правда или нет? Когда тебя Олег выгнал? У вас были отношения с другими человеками? Интильных отношений не было. Я только лежала на кровати, но интильных отношений я не мала. И она с мужиком спит. Ой, скажи правду. Так я же сказала уже. А что ты лежала? Я сказала. Так, а что ты лежала? Ночувала там, когда меня выгнали из хати. То есть вы пришли к незнакомому человеку? Я знала его. Я знала, этот человек мне в жизни помогал. Гроши деколи давал мне. А это кто? Ваш родитель или нет? Знайомый, можно сказать. Знайомый? Да. Простите. Мне так кажется, знаете, что Ольга Трофимовна искала, кроме того, что сын уже дважды женатый, да, был разведен, он искал все-таки, да, и он пил. Она хотела ему помочь, и она сама искала жену, который как бы его остановит. Это сто процентов. Естественно, когда они познакомились сюда-сюда, не складывалось, никак не складывалось, потому что он, ну, человек, который пьет, это очень тяжело. Тем более в таком возрасте. Правда? Это неправда. Поэтому, естественно, уже ее... Ну, я уже просто говорю первую, как они познакомились. Конечно, это... Он пьет, но он все строил и построил, там чагарники были, где мы сейчас живем. Я ничего... Значит, не так уже насильно пьет? Я ничего не хочу знать, это моя часть моего сына. Чтобы что? Чтобы забрать? Не чтобы забрать, а чтобы выховать в нормальных условиях его. Психолог Светлана Шапошникова. Сейчас хочется услышать вас. Ну, я думаю, что здесь ключевой момент, то, что сын вообще не самостоятельный человек. 48, да, лет. И то, что он выпивал и, скорее, был алкогольно зависимый, это уже очевидно. Хотя все это скрывалось. И, скорее всего, мама так и говорила, я хочу его пристроить, чтобы, когда меня не станет, кто-то о нем заботился. Это кому-то передать сына, потому что он вообще не самостоятельный. И здесь вообще не называются вещи своими именами. Ольга Трофимовна, вы привыкли к манипуляции. Вы хотите свою волю навязать другим. Ну, во-первых, они не самостоятельные, они не ведают, что творят. Это маленькие дети. И ваш сын, и Мария тоже, в общем-то, мы видим, что она ведет себя достаточно не самостоятельно. Поэтому вы берете все в свои руки. Но вы забываете одну вещь. Не все от вас в этой жизни зависит. Люди живут так, как они живут. И не все вы можете контролировать. И рождение детей вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать, от кого этот ребенок будет. Вы не можете контролировать, захочет ли эта девочка вообще иметь вас как маму, а не свою маму. Вы не можете это контролировать, как будто вы не можете это и увидеть, и смириться с этим, и не знаете, как строить вообще отношения, договориваясь с другими людьми. И если Мария решит ехать все-таки до своих родных в Ревненщину, вы втратите маленькую доню, онуку, вы не сможете мать этого счастья, быть бабунею. До речи, что у вас с доней? Где она? В России. В России? А сколько ее лет? 46. А давно поехали? 25 лет. Дети есть в ней? Внучок. Мария, хочется поговорить про вашего ребенка, про Анечку. Скажите, вы помните, когда вы впервые сообщили Олегу о том, что вы беременны, у вас будет ребенок, как он отреагировал? Ну, после скандала, когда у нас был скандал, когда я уже не жила, я приходила до него помыться там и ночевала, но когда мамы дома не было. Но он знал, за три дня до смерти он знал, мы им мали с ним в лекарню даже идти. За три дни он лишь узнался про то, что будет ребенка. Да, знал до смерти. Ну, например, если выясняется, что это не дитина Олега и паня Ольга не захочет вас там тримать, вы будете змушены пойти. Вам есть где жить? Немае життя, житла в ней немае. Почему вы отвечаете на вопрос? Ах, да, вибачьте, не буду мучать. Ну, на первый час смогу снимать, там на три месяца квартиру смогу снимать. То есть, в свою родину вы не вернетеся? Ну, если такая уже надо будет, то поеду, конечно. Сказали, что приймуть. Но почему после того, как не стало Олега, вы вернулись именно к Ольге Турхимовне? Она вам выявилась ближе, а не ваша родина? Так получилось. Я знаю, вы из многодетной родины. Розкажите, ваша матерь имеет статус матеря-героиня, так? Сколько у вас братьев и сестры? У нас в семье десяток детей. Я родилась восьмой. Наши редакторы побывали в доме у многодетной семьи Глудик в Ровенской области. Давайте посмотрим, как они живут и что это за семья. Внимание. Мы находимся с вами в доме, в котором построили мои родители. Он такой большой, в просторе. Ходите, посмотрите. Тут мы находимся с семьей, с дружиной, с детьми. Тут есть две комнаты. Одна больше и другая меньше. Тут дети спят. Можете пройти дальше, посмотрите. Бабуся моя мама. Мы за ней доглядываем. Сейчас я покажу вам ее комнату. Все, она тут проживает. А это у нас получается уже зал. В зале на данный момент проживает брат. Тут получается еще одна комната, но и в эту сторону тоже еще одна комната. Но в данный момент у женщины тут кабинет, рабочее место. Места хватает достаточно. Вы сами видите, дом великий, 120 квадратов. А и Мария тут тоже мешкала. Ну, пока не стала ездить на заработки. Мария, почему вы плачете? Силь, Володя, Саша, Валерик. Силь, что вот сидит, он молился, может быть, дочка, мать. Ну, 10 детей было. Мария уже 8-й. На три года, на два года, раз приезжала до матери, проведет матери. Пока баба еще жива, хай приедет, покажет внучку. Хай подивиться, какая мать стала за два года. Что она еще и не покажет. Так, хиба то матери добрый, так. Скажите, Мария, вы бы хотели вернуться в родной дом, увидеться с родными, с близкими? Хотела бы, конечно. А кто вам заважает? Мать сказала, хиба матери добрый, она мала на увазе те, что ей стыдно за меня, что у меня сейчас доля так склалась. Та байдуже вам мое быть. Вона сумует и плачет. Чи вы думаете, что ваши родни будут не зрадеять, коли вас побачить? Мы поинтересовались у родных Марии, готовы ли они принять вас с ребенком, в случае, если вам некуда будет идти. И вот жена вашего старшего брата, Татьяна Глудык, приехала сегодня в нашу студию и сейчас ответит на этот вопрос. Доброго дня, студия. Я хочу сказать, что мы все хотели, чтобы она жила дома. Тем более, я ей сказала, у нас она Марусю называется в семье. Марусю, ты видишь, ты у нас одна, мы семейные все, а ты одна. И мы хотели бы, чтобы ты маму доглядала. Ты же видишь, она без ноги. Она имеет проблемы, не двигается. И хотели бы, чтобы ты доглядала. Ну, она меня так как бы послушала, но я поняла, что она меня не слышала. А в чём причина? Что может так быть, что она не хочет быть рядом с своей родной? Даже тогда, когда она сама, когда она тиняется с одной хаты до другой, с одной области в другую. Что ей заважает, как вы считаете, приехать в родную хату? Не знаю. Стосовно Оксани и Коли, то я не знаю, они не против были. И они хотели, чтобы она была там. Ну, она соби шукала человека, хотела влаштовать своё особистое життя. Вот это основная причина. Ну, хіба кто-то был против того, чтобы она влаштовала своё особистое життя? Ну, мы тоже не против, но, ну, не знаю. Мы все делали для того, чтобы она осталась. Она хоть сама скажет. Я же ничего не придумываю. Ну, смотрите, например, Мария рассказала, что больше Ольга Трухимовна ей научила что-то там по господарству, а не что она научилась дома. Почему так? Знаете, может, вона, то, что вона была в чужих людей, вот, может, вона больше слушала эту людину. Ну, мама, от вона мати десяти детей. Я не скажу, что вона там крепко мого чоловіка виховывала там, чи что-то его научила. Как-то они ишли, эти дети, в свит, и они учились. Ну, пристосовывались до життя, так, как и мы все с вами. Вот, тому я, ну, вона така, вона якась инша, вона не такая, как все. Ну, скажите, коли вона побачила це оголошення, вирішила їхати, бозна куди, в якусь чужу родину. Як ви відреагували, як родина на це відреагувала? Я відреагувала так, що, ну, вона просто останнім часом, коли ми з Сашою приезжали, вона тікала просто з доми. От, було навіть таке, що вона забралася і пішла до сусідки, це дворідна сестра мого чоловіка також, і її дворідна сестра. Вона пішла до рай і висиділа там не знати скільки, поки ми не поїхали додому. Я так думаю, що вона боялася, щоб я її наставлення якесь не дала, так як я старша людина. Хоча у нас з нею стосунки дуже були чудові. Коли вона була в Требухові, жила, я до неї, я її навідувала, в неї була. Вона, ну, ми з нею, ну, я не знаю, от мені здавалося, що вона мене любить, я не знаю. Але ви ж як жінка, напевно, розуміли, що, можливо, вона десь і заздрила по-доброму. У вас родина, чоловік, діти, і вона так само хотіла влаштувати своє особисте життя. Ви якось цьому допомагали? Чи, можливо, ті газетні оголошення якісь там разом вичитували? Ні, я таким не займаюся, я вам чесно скажу, ці об'яви, це таке. А хлопець якийсь був в неї, ви пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Вона, тим більше, вона поїхала з дому дуже, ну, давно вже. А там, де вона працювала, вона в того хрещеного батька, то вона, там в селі, можливо, хтось в неї був. Ну, я таких нюансів не знаю. Ви з Анечкою знайомі, ви її бачили колись? Ми бачили Анечку, ми приїжджали на родини, ще от з цією Раєю, сестрою дворідною. А мама, мама Галина Олександрівна, вона бачила? Галина Олександрівна, ми її сфотографували на мобілку, моя дочка, і показувала. Так, показувала. Але ж ви, напевно, чуєте, як вона сумує, і хотілося побачити онучку. Так, свикоруха хотіла б побачити, звичайно, і якби Маруся хотіла, то ми, звичайно, їй допомогли б у цьому. У нас є машина, ми приїхали б, її забрали б і завезли б до мам. Але тут же навіть не просто мова може йти про візит, а про те, що так може статися, що Марії вона втратить місце, де їй можна жити. Там є місце, там є дві вільних кімнатів. Ну, дивіться, от зараз Ольга Торхимівна сидить. Ви, до речі, знайомі з нею? Знайомі. Це дуже хороша людина, ми там гостювали. Нас прийняли як рідних людей, я вам чесно. Але пані Ольга сумнівається, що це дитина від її сина, від Олега. Ну, вона має на це право. Якщо вона дізнається, що це дитина не від Олега, хто знає, як вона вчинить і як вона захоче? Це її право. Але в разі чого ви зможете прийняти Марію з дитиною у себе? Ну, там є, де приймати. Там є дві кімнати вільних. Вона може любу кімнату заняти і жити з дитиною. Про це навіть мови немає. Якщо вона буде мати бажання. Зрозуміло. Пане Василе, що ви там підказуєте? Ну, я їй підказую, що там дійсно є хата велика, що показують, що буде жити. І я думаю, наша родина їй не відкаже. І вона должна мами простити тієї обіди, що там вона в душі має обіду. Бо мати – це нередніше. І ми ж її вчимо. Я, наприклад, Ольгу Трохімівну цілком підтримую. Бо я, можливо, я така людина теж по натурі, як Ольга Трохімівна. Ми приїхали, вони живуть в селі, але в них настільки ідеальна чистота в тій хаті. А чому Марія, коли виросла в багатодітній родині, вона не була навчена бути гарною господиною? Ну, це вже не до мене питання. Мама мала стільки дітей, вона не могла кожному ділить стільки уваги, скільки в це потрібно було. Не тільки Ольга Трохімівна сомневається, що дочь Марії – це її внучка. Ольга Трохімівна, ваша дочь Оксана приїхала на цей ефір із Рязани в нашій студії. Нас зразу після реклами. Дождитесь. Невестка по объявлению – тема нашего ефира. Це ток-шоу «Касається каждого». Ми продовжаємо. І так, не тільки Ольга Трохімівна сомневається, що дочь Марії – це її внучка. На цю програму приїхала, знаєте, хто? Ваша дочь Оксана із Рязани. Оксана Йогорова. Ольга Трохімівна, ваша дочь Оксана. Ольга Трохімівна, ваша дочь. Дуже приємно мені знаходиться, підтримуємо мою маму. Вона, за чим мене сталося, просто сказати. Ви живете, да, в России. Як часто вам удається приїжджати, підтримувати маму, допомогати їй? В цьому року я приїжджала. Приїжджала, правда, без семьи, без ребенка, без мужа. Вот, но на следующий год ми уж приєдем всей сім'єю. Поработи. Будем маме допомогати, тому що она одна. Одна-одна, і я понимаю, як їй тяжело щас остатися одній. Да, і вот ми в цій связі говоримо о вашому покійному браті, да? Олег, ви були з ним дружними? Нет, він був скрітним чоловіком, т.е. не було такого, щоб ми сели. Не, ну ми розмовляли там, але щоб він, що у нього в душе. Він такий чоловік просто був, всі ми різні люди. Але чому, будучи вже взрослим чоловіком, у нього не получалось создати свою сім'ю? Не знаю, я вам не можу сказати, чому. Я говорила вже маме, що треба своїх дітей, як не тяжело, як можна раніше, від себе відпустити. Понимаєте, я уехала в 23 роки, я создавала свою сім'ю, і встала на ноги. А ребята жили з мамою, конечно. Мама у них і за папу, і за маму. І вона їх держала, вона їх любила, вона їх лелеїла, холила. Да, але ми говорили, може були, злишком оберегала ваша мама, вашого брата? Не знаю. Може б, ділядавало б действительно його відпустити раніше? Тому що дуже багато вона рішала в його житті. Вона, собственно, рішала дуже багато в його житті, в тому числі і в личну житті устраївала. У нього не було... Ну, як... Це вже від чоловіка зависить. Вот, якщо я захотела, я піхала, понимаєте? Ну, я думаю, якщо б він знайшов якую-то стоящу, ну, хорошу жінчину, я б жил, зробив свою сім'ю, я не думаю, що мать б його держала і не відпускала від себе. Ну, вот нашел, благодаря мамі. Мама дала в газету объявление, искала пару, жену для свого сіна. Марія, вот, появилась в житті вашій сім'ї. Чому ви так негативно отреагуєте? Просто, зная Олега, зная його вкуса, зная його... Марія, характер, Марія – це не його... Я не кажу, що вона нижче, више, я не ставлю себе, нет. Кожен людина має право на житті, кожен людина в мере своєго воспитання. Але я не думаю, що у них могло що-то бути, що-то сложиться. Ну, і, тим не мене, Марія розказувала, що у них були чувства, навіть любові. Вони говорили об цьому друг з другом. Що вас так смущається? Я, 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 Бог судья, понимаєте? Я... Ну, може, действительно, настільки скрытним був ваш брат, що він мог як-то не відкритись в цьому? Я просто знаю, що Олег, ну, зная Олега, ну, не мог він з нею общаться. Ну, жити, да, вот, як жили, ну, я не имею в виду там, що вони як муж і жіна жили. Ну, вот, він був добрейшою до душі чоловік. Він мог принять, він мог, ну, сказати, ну, жити. Ну, вот, вот и ваша мама сомневається, що Анечка – це її внучка, це дочь Олега. І, судя по всему, у вас теж є сомнення по цьому поводу? Ну, знаєте, я була б дуже счастлива, якщо б этот ребінок, ця малютка, казалась дочерю Олега, тому що хоч якась кровінка, але от одного із братьев хоч і осталось би, понимаєте? На чому основується ваше недоверие, ваше подозрення? Вот лично у вас. Мама здесь говорила, она была постоянно рядом, она видела, що куда-то Марія исчезала, пропадала. В вас не було рядом, але, тим не мене, ви сомневаєтесь. Я сомневаться стала. Я сразу, коли в той мамі после смерти Олега сообщила, що беременна от Олега, я кажу, мама, пожалуй, не питай іллюзії. Наговорити можна все, що угодно. То есть, надо здравым смыслом руководствуватися. Вот ваш здравий смысл, чем руководствуватися? Когда ребенок родился, в справки, в выписки, стоит вторая група крови. Так. У Маруси первая група крови. У Олега, скорее всего, третья група крови. Скорей всего? Нет, третья. Третья? Ну, мама знает, я говорю, потому что мы искали какие-то документы здесь, не нашли, что какая именно вот. Но у меня, по крайней мере, третья плюс. А у ребенка, ребенок родился со второй групой крови. У нас студия генетика Дмитрий Микитенко. А Дмитрий, вы как можете это прокомментировать? Значит, может ли так быть, что у ребенка група крови не такая, как у мамы, не такая, как у папы? Безусловно, может быть. Наследование груп крови кодируется несколькими генами. И очень часто група крови ребенка может не совпадать. Но если мы говорим об отцовстве, нужно понимать две вещи. Первое. Мы можем оперировать только фактами. Я сказал, видел, слышала или нету ничего, но я помню, это не проходит. И второе. Ну, лаборатории тоже могут ошибаться. Особенно перегруженные в роддоме и так далее. Анализ крови на группу, он никогда не позволяет подтвердить отцовство. Он лишь в некоторых случаях позволяет исключить. Все. Хорошо. Оксана, а как вы относитесь к тому, что Мария сейчас живет в доме вашей мамы? Я считаю, что Мария живет пока в доме мамы. Только на основании того, что с ней рядом ребенок живет. Но я не думаю, зная свою маму, даже если ребенок окажется не Олега, не брата, я не думаю, что мама ее на улицу с ребенком или еще что-нибудь. После смерти Олега я понимаю, что мама одна, а здесь хоть какая-то отдушина ребенок. Потому что я наблюдала, как она к ней относится, как она ее... Ну, по крайней мере, вы как дочь, которая находится за много километров от мамы, наверное, должны быть заинтересованы, чтобы рядом с мамой был какой-то человек, который бы там помогал, заботился. Тем более, в принципе, отношения какие-то есть между этими женщинами, может быть, не самые плохие. Я вам скажу больше, они не самые хорошие отношения. Вот. Я просто наблюдала скандал. Вот я две с половиной недели, будучи здесь, Маруся из ничего сотворила скандал. Например? Я сейчас темы всего не помню. Ну, понимаете, женщина, живя в чужом доме, что-то... вот так было сказано, что я никому ничего не должна, я ничего это сам... ну, как-то вот так было. А я говорю, Маруся, как же ты ничего не должна никому? Ты живешь в чужом доме, и ты сейчас мою мать оскорбляешь при мне же. Вот. Ты живешь в чужом, всем пользуешься, и ты никому ничего не должна. Я не требую от нее никакой... Я уважение к взрослому человеку, который в два раза старше ее. Понимаете? Я не вижу этого уважения. Вчера Мария мне сказала ввечері. Дитину вранці спрокинулась Анютка, там погуляла, покормили. Потім Анютка спит, Маруся ще ее покормила, спрячу. Анюта спит до години 18, по-моему. Уже стосуется, начиналось. Потім... А сама лежит на диване, и Анютка уже прокинулась, ей хочется играться, а Марусі хочется спать. Маруся лежит на диване, положила ее в угол, та Аня и пищит, и кричит, и игрушками вона, и перед носом. Я забрала, дитина грається, у меня на ліжку грається, на руках у меня. И я до Марусі что-то сказала, а Маруся, не знаю, что там было, Маруся каже, не гавкайте. Вот це багато говорить не треба, бо можна розказувати багато. Ну, Марія, дійсно грубо. Я не пам'ятаю, чи я так казала. Ну, ви не пам'ятаєте. Ну, как бы там ни было, ви являєтесь крестной мамой, да, Анечке? Да, ви знаєте. То есть Марія ваша кума, получается, так? Да, да, да. Вы согласились? Вереба ответить перед Богом за этого ребенка. Вот, несмотря на какие-то сомнения, ваша Анечка кровинушка или нет? Скажите, а очень часто в основе вот таких вот конфликтов, тем более даже между самыми близкими людьми, лежат какие-то корыстные цели, интересы. В данном случае я вас просто хочу спросить о доме. Чей это дом? Кому он вообще должен у наследства достаться? Там небольшой дом, там полдома. Вот у нас полдома вот этого. Он маме принадлежит. Принадлежит маме, но они с Олегом там жили вдвоем. То есть по наследству он кому достанется, если Олег является отцом Анечки? Время покажет. Юрист. Вот Ольга Додух. Оля. На самом деле, поскольку отцом ребенка Олег записан, если дом принадлежала какая-то части Олегу, то наследником будет являться именно ребенок. Как первая очередь наследства. Ребенок, не Мария. Не Мария. И здесь важный аспект, на самом деле, независимо от того, что сейчас покажет тест ДНК, закон предусматривает, что оспорить отцомство может только определенная категория лиц. Бабушки, родственники, дяди, тети не входят в эту категорию лиц. А если объявится некий, допустим, если это Анечка не дочь Олега, некий мужчина, который скажет, а это вообще-то моя дочь. Оспорить отцомство может мать, настоящий отец и сам ребенок по достижению 18 лет. Если он оспорит, это все равно никак не повлияет? В дальнейшем могут быть пересмотрены наследственные отношения. Но поскольку ребенок записан на отца на Олега, он является сейчас наследником. Оль, вот теперь хочется понимать, Ольга Трофимовна, что вы будете делать, если вдруг окажется, что ваши подозрения оправдаются, и Анечка не ваша внучка? Что вы будете делать? Будем жить дальше. Вместе с Марией, да? Ну, после этого, что я вам сказала, что не гавкайте, как можно? А это самая маленькая мелочь. А в жизни вообще... Я сказала, Мария, я не раз я сказала, Мария, я с тобой не могу жить. Ну, ты меня убиваешь. Я тоже не раз слышал, как она говорила, что тоже не гавкает. Ну, ты, я вообще-то сердце... Отже, вы, если еще тест ДНК продемонстрирует раптом, что Аня это не ваша внучка, то вы Марию просто выжените. То я вот прошу, чтобы, как можно было сделать опекунство, чтобы я была, чтобы я была, чтобы я была права голосу на дитину. В смысле, чтобы я ответила за дитину. Я зашла в райсовбез, занесла за Марию справку. А мне кажут, а кто вы такая? Мы вам тут не покажем документы. И я после этого, думаю, вот до вас позвонила. Действительно, если, не дай Бог, что-то в Марию случится, або что-то, куда-то она пойдет. А так я буду иметь опекунство, я буду ей... Сколько буду жить, буду наблюдать. Моя мама померла в 89, так что я еще могу и замуж отдать, если Бог даст. Итак, по просьбе Ольги Трофимовны, мы обратились к нашим друзьям в семейную клинику Амеды и попросили сделать тест ДНК. Внимание. Присаживайтесь на подчанчик. Спасибо. Вы будете и ребенок следуются, да? Да, вы не будете. Откручивайте. Хорошо. Вот холюсы. Вот холюсы. Вот холюсы. Идут киньедущие. Мой хороший. Мой хороший. Обработка в лаборатории, я думаю, это займет 2-3 недели. Все, 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 все. От результата очень много зависит, наверное, во многом. Поменяются жизни и Марии, и Анечке. Вы согласны, да, Лиля? Я вот хотела спросить, а действительно, если это не ваша внучка, вы все равно хотите опекунства? Хочу, чтобы мне помогли... Вот я вам скажу честно, вы действительно, вот, то, что я сказала про вашего сына, это действительно так. Искали, потому что он действительно пил. И, а вот то, что вы сейчас хотите, это тоже можно только приветствовать. Ольга Тропимовна, это честно вам говорю. Конечно, за одну программу, я думаю, даже, ну, великий психолог, ну, не сможет все это знать. Надо хотя бы, как вообще Мария себя ведет. Кто Мария на самом деле? То, что, Мария, вы ищете мужа через это. Потому что, ну, так вот, по жизни, ну, не везло. И вы ищете. И сейчас, когда появится ребенок, вы дальше ищете. Поэтому вы так и относитесь к Ольге Трофимовне. Вы приветствуйте то, что вы были бы рады такому выяснену, что мама была бы избавлена батьковских прав. Дитина мает быть помещена в специальный заклад. И уже из специального заклада лише мает право бабушка забирать дитину, если будет на это сгода. Я сказал, что приветствую, что даже если не внучка, она все-таки хочет. Розумієте, было бы правильно приветствовать то, что дитина мает лишаться с мамой. Просто маму треба научить, как треба дбать про дитину. Инна, пожалуйста. Инна? Может быть, я в этом ничего не понимаю, но я знаю, что благие намерения нас ведут не в туда, куда мы хотим. Благие намерения мамы обустроить и сделать хорошо для сына. Благие намерения мамы сейчас опекунства. Это все какое-то очень двусмысленное, понимаете? Сейчас тогда нужно у родной мамы, от кого бы ни был этот ребенок, но эта женщина его родила. Это неоспоримо, правильно? Это ее ребенок, которого родила она. С каким бы, с Олегом или с каким-то другим мужчиной. Ребенок этот есть в мире уже. Сейчас у него забирать мать, с какими бы особенностями характера она ни была, с воспитанием среди десяти детей, не обученной, не наученной, не облюбленной, наверное, потому что не додина ей была этой любви. И она, когда это слышит, у нее все время съеживается лицо. Ее никто не долюбил, поэтому она бегает от одного человека к другому. Полюбите меня. Поэтому она и ответила на ваше заявление. Ищу хорошую девочку, не аферистку для своего сына. И думает, меня там полюбят. И я буду пристраивать. Это позиция жертвы, понимаете? И оно недолюбленное с детства, с самого раннего. Ну так она умеет любить. Спасибо этому дяде, который рядом, он ее поддерживает. Но он тоже не знает, как правильно. И никто не знает. Я хочу попросить, если можно, чтобы, я с ней говорила, с Марусью, в реабилитационный центр, чтобы хоть она на сколько там часу можно. Чтобы она повчилась о чем-то. Полюбила. Почему повчилась? У нее же образования вообще нет. Она ничего не умеет делать, понимаете? Ей надо куда-то... Понимаете? Когда человек хочет чему-то научиться, он учится в любом возрасте. Я согласна. Понимаете? Когда я была у мамы и нашла свои журналы, когда я была беременна ребенком своим, я каждый месяц покупала мой малыш журнал. Я хотела знать, как его воспитывать, чем его кормить. И я из журнала принесла. Говорю, Маруся, вот, пожалуйста, журнал читай. Вы спросите, она хоть одну статью прочитала из журнала? Уважаемая женщина, один момент. Подождите. Ольга Трофимова, она сама привела Марусю в свой дом. Она сделала ряд действий, чтобы иметь на сегодня вот эту ситуацию, которую она имеет. И сейчас распоряжаться так жестоко судьбой ребенка и другого человека, это неправильно. Здесь вы сейчас говорите о реабилитационном центре. Это крайняя мера в законодательстве, и которая в отношении учительства учебной. Вы тоже понимали, что мало на увазе Оля. Вона мало на увазе, что треба Марии до какого-то заклада на курсы отправить, чтобы она зрозумела, как дбать за дитиною можно. Послушайте, лучший реабилитационный центр – это семья, где тебя любят. Итак, давайте же узнаем результат этого теста. Для его оглашения я приглашаю в студию врача семейной клиники Амеда Юлию Зыкину. Встречаем Юлю. Добрый день, студия. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Волновалась ли Мария, когда приехала в вашу клинику? Такой очень серьезный вопрос. Мы были спокойны, все с нетерпением ждали, как произойдет это обследование. А вот вероятность установления родства между бабушкой и внучкой – это сложнее же без отца? Влияет это на точность результата? Это делается экспертиза в ДНК лаборатории двумя независимыми группами для достоверности. И считается достоверно 99,9%. Скажите, Мария, может, вы нам сейчас еще раз скажете, кто является отцом этого ребенка? Ну, вы откроете конверт и увидите сами. Нет, ну, может быть, вы что-то хотите сказать? Тут же много было сказано. Ну, Мария, я у вас спрашиваю, кто отец этого ребенка? Олег или нет? Олег, Олег. Олег, да? Ну, давайте узнаем, открываем конверт. Итак, вероятность практически стопроцентная. Мы сами не знаем, сейчас при вас. Итак, смотрим. Ну, вот заключение. Итак, родство, ребенок. Лудык Анна Олеговна, бабушка предполагаемая. Дудар Ольга Трофимовна. Где у нас? Результат. Где? Результат. Прочитайте, пожалуйста. Результаты анализа маркеров ДНК-Х-хромосомы позволяют сделать заключение о том, что биологическое отсутствие сына Дудар Ольги Трофимовны в отношении глудок Анны Олеговны исключается. Результаты анализа позволяют сделать заключение о том, что биологическое отсутствие сына. на Дудар Ольги Трофимовны в отношении глудок Анны Олеговны исключается. Это документ, я даже не знаю, кому его вручить. Документ, который подтверждает то, что ваш покойный сын не является отцом Анны. Вот вы нас и склоняли. Что ты уже подосы? Я просто знаю, что ты и дешлялась. Спасибо. Спасибо. Мария, вы знаете, кто батько? Я знаю, что Олег батько. Я знаю. Это не правда, что Олег батько. Вы, конечно, можете делать повторную экспертизу, но боюсь, что вы получите точно такой же результат. Возвращайтесь к семье, которая вас ждет и которая еще должна вам много чего додать. Мария, что будете дальше делать? Буду пробовать повторную экспертизу. Ну, глупости. Может, вы просто скажете, кто отец ребенка? Я знаю, что я с Олегом была. Нет, что ты не признаешься? Я знаю, что я начинала с Олегом ее. Я знаю. Один в одном, очень хорошая людина. Мария, а зачем вам быть уверена, что Олег батьком? Для того, чтобы довести цей женщине, цему человеку, цему, чему? Навище? Чи вы хотите оставаться в доме у пани Олег? Да она прекрасно знает, кто отец ребенка. Чи вам взагалі не важно этим приниматься? Бо идите до родных, которые вас ждут. Там чудово у селя. Там есть дети, которые будут своим примером вашей дитине показывать, что нужно делать, как нужно расти. И все будет хорошо. И с другой стороны, может быть лучше для Анечки знать, что ее папа жив. Может быть, этот мужчина поможет вам. Но может быть, вы подумайте. Может быть, вы придете к этому мужчине или сейчас можете к нему обратиться и обрадовать, что у него есть дочь. А можете и не обращаться. А можете и не обращаться. Ну, это ваше право. Но главное, чтобы вы были честными по отношению к себе и к вашей дочери. А где видишься? Знаете, что самое замечательное, что у вас есть? Это точно неоспоримо. Это ваша девочка. У вас есть ребенок. Вот это есть истина, правда, любовь и все вместе. Ну, вы знаете, как на похоронах Мария пришла и я и каже про эту вагитность. А я говорю, Мария, мать совесть, пожалуйста. Насыпь на ней соль на рану. То скажи, что... Чи в Олегу, а чи не в Олегу. Как есть, так скажи. Просила я ей до сего часа просила. Что не обманешь за меня. Просили или требовали. Понимаете, мам, простите, что я это говорю. И Царство Небесное вашему сыну это большое горе. Это горе хоронить сыновей и не зная, как это можно пережить. Но я вам скажу, что все равно, то, что вы делали как можно лучше, чтобы было сыну, это были благие намерения. Простите, я не вправе вас судить. Но примите вы эту правду, которая на сегодняшний день есть сейчас. Но этот путь, который вы тоже по нему шли. Вы по этому пути шли. И сегодня конечная точка. Куда дальше пойдете? Что будете делать? Мы пришли за советом, что нам сейчас делать. Ну смотрите, вы любите Анечку, а вы крестная Анечка. И что бы вы ни говорили, но эта женщина, Мария, она мама, она родила эту девочку замечательно. А что же делать? Я с ней не могу. Она со мной, я с ней жить не могу. Она говорит, мы с вами из двух миров. И все. Вы знаете, у меня тоже одна мама. Не могу я жить, она меня положит туда. И у меня тоже одна мама, которую я очень люблю. И это все, что у меня осталось. И я хочу, чтобы она еще пожила. Чтобы она еще увидела своего внука, который женится. И наблюдала за его родным. Понимаете, я хочу, чтобы не укорачивали. Потому что уже за эти пару лет я чувствую, что мама моя сдает, понимаете? Послушайте, ну это история всю закрутила мама. Это она написала объявление. Простите, что я это говорю. Она хотела как лучше. Она хотела... А получилось то, что получилось. Скажите, Ольга Трофимовна, а вот сейчас, когда вы узнали, что Анечка, ну это не ваша родная внучка, вы перестали ее любить? Нет. Я ее так же буду целовать и брать на руки. А как же мне жить с Марией? Как она меня гнетит каждый день. Я же вам сказала, она вчера сказала, не гавкайте. Я хочу сказать. Можно я скажу? Татьяна, может быть, вы хотите предложить какое-то решение? Я поддерживаю Ольгу Трофимовну. И если она приедет домой, у нее аналогичные отношения будут с мамой, с Галиной Александровной, моей свекрухой, понимаете? Потому что она очень важная людина. И она себе внушила, что ее никто не любит. В том числе мама ее не любит. И мы ее не любим. Вот она себе построила такой барьер, знаете? Знаете, когда она его построила? В каком-то детстве еще, в подростковом. А сейчас ей 39 лет, и у нее есть ребенок. Можливо, так. Я понимаю. Но я скажу, что она мне завжди, она как-то делилась со мной. И она мне рассказывала, что меня мама не любит. И моего Сашу мама не любит. Чего-то. Мого Сашу. Я говорю, что мой Саша этого не чувствует, что она не любит мама. А почему ты так реагируешь, как-то так неправильно? Мария, знаете, что очень важно, и мы очень часто об этом говорим здесь, в этой студии, о том, что нужно уметь быть благодарным. И вокруг вас люди, которые на самом деле больше или меньше, но они вас любят. И вам нужно, как бы вам там, может, вам не хочется, но нам нужно сказать спасибо вот этим людям. Ольге Трофимовне, как-никак вы провели какую-то часть жизни там. Может быть, еще проведете. Но если вы будете благодарны, то, я думаю, отношения у вас будут хорошие и сохранятся. И точно уж вам нужно быть благодарными... И уж точно вам нужно быть благодарной вашим родным людям, вашей маме, вашим братьям и сестрам, которые, как мы понимаем, вас любят и готовы вас принять. И, кстати, если вы туда поедете домой, то там вам не нужно будет доказывать родство. Там точно знают, что вы дочь вашей мамы, что это ваша дочь и это внучка вашей мамы. Там все понятно. И тем более, ваша мама никогда не видела свою внучку. Подумайте об этом. И уверен, может быть, и удастся наладить отношения и с Ольгой Трофимовной. Давайте сейчас все вместе познакомимся с маленькой Анечкой и покажем бабушке, ее внучку. Я уверен, что ваша мама сейчас смотрит телевизор. Я уверен, что ваша мама сейчас смотрит эту программу и, наверное, перезвонит сразу вам после эфира и пригласит вас в гости. Ну и крестный остается крестный. Это понятно, это однозначно. Ну все, 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 все. Все. Бабушка увидела и бабушка ждет вас в гости. Можно убежать от родных, от обстоятельств и, наверное, даже от ответственности, но от себя долго бегать не получится никак. Рано или поздно вам придется рассказать правду своей дочери Мария. И дети не должны отвечать за взрослые ошибки. Они имеют право знать все о своем рождении. Подумайте об этом. Это важно. Это касается каждого. Расскажите о своей истории нашим редакторам. Сейчас на экране вы видите номера телефона в горячей линии. Спасибо, что были с нами. До свидания. Глудок Мария Михайловна у нас перебиває на обліку в нашем управлении с 23 серпня 2016 року. На данный момент Глудок Мария Михайловна, ей призначено щомесячно допомогу при народженні дитини, это она будет до 3 лет отримать, в размере 860 гривен. И также ей призначена допомога как одинока мама в размере 744 гривен 69 копеек. И призначена ей державна социальная допомога как малозабеспеченность семьи в размере 984 гривен 26 копеек. В грудні месяце вона уже отримает все выплаты. Продолжение следует...